Начнем наш сегодняшний выпуск сенсационных новостей. В Анапе начали реализовать проект по строительству нового участка набережной. Он протянется от отеля «Утеса» в направлении Лысой горы до будущего императорского парка. Протяженность составит 1,5 километра. Проект, который реализует ООС, специализированный застройщик развития, включает формирование 6-метровой пешеходной зоны, велодорожки, смотровых площадок с видом на море, предусматривает озеленение. Новый участок концептуально продолжит так называемую «Белую набережную», открывшуюся на курорте в 2022 году. Будут использоваться те же элементы – гранит, балясины, фонари в одном стиле. В настоящее время идет демонтаж существующих сооружений, расчистка земельных участков и выемка грунта. Через 1,5-2 недели стартует первый цикл монолитных работ. Срок реализации проекта ориентировочно составит 2 года. О, господи, спасибо, что у нас есть эта планета, на которой мы живем, секретный, любимый мой пляж. Нового 25-метрового бассейна на Сувсевском шоссе. У меня уже пишет, Юра, ты зарос, мы приехали в салон красоты преображения. Законно ли дальнейшая здесь установка вот этих вот сооружений. Конечно, лебеди мы увидели, которые выходят. Сейчас я буду пробовать собственными руками приготовить пиццу. Белиссимо, вау, 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 фантастик. Как будто лето настало. Ничто не может окрадовать, как цветочки на деревьях. Только я, рассвет и вы, друзья, и наш море. Красота! День сегодня начинался с плюс 3. Сейчас у моря показывает 11,1. Температура дальше за дюнами плюс 7. Вот она такая разная в одном месте водами, представляете? Сейчас на часах 8 часов 20 минут. И посмотрите, какое чистое море. Сегодня пока рыбы не вижу в сети. И бах, ножки сводят. Море еще не только чисто, оно еще и очень холодное. 10,2 температура водички. И даже море до 15 потеплеет. 12 марта должны прийти ежики, которые будут пригонять теплые свои воды. Возможно, когда море начнет идти плеть, но это не точно. Пошли мы на заход. Купаться, еще раз говорю, легче на каменных пляжах. Если вдруг вы хотите, не повторяйте за мной. Здесь экстрим-то. Потому что слой воды гораздо тонче. Она остывает гораздо быстрее. И ощущения от долгого захода, они просто неповторимые. Поэтому, вы, человек, зашел, покупался. Кайф. А еще через баньку. То это вообще летнее купание. А то есть, наверное, рассвет. Ты такой смотришь, ааа, море, красота. Сегодня впервые такое ощущение, как будто ноги сводит. Пробежка сегодня 5 километров. Уменьшил дистанцию. Стало гораздо легче. Вообще никаких болевых ощущений нет. Время 30 минут 32 секунды. Вы, кстати, рады, сколько цветочек стоят в магазине? Тюльпады 200-250 рублей за штучку. Пишите, какие цены в ваших городах. За всех за вас и за Кавказ. Всем девочкам с наступающим. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Море ждет вас. Лучшее утро должно выглядеть именно так. Начинаться с моря, окунания, пробежки. Дальше бы еще кофеечек, любимые обнимашки. В следующей жизни буду жить именно так. В этой пока не везет. Доброе утро. Друзья, впереди работают фонтаны. Всех приветствую. В этом году, 1 марта, запустили в Анапе наши любимые поющие фонтаны. Перед администрацией. И я иду, у меня аж мурашки потел, ребятки. Мы сегодня с вами на них будем любоваться. Как прекрасен этот мир, посмотри. Плюс 15 сегодня в городе. Температура великолепная. Я хочу сделать прогулочку по Анапе, посмотреть, как она живет в эти дни. Чтобы вы немножко в своих городах, которые еще под снегом, но уже в которые приходит весна. Поняли, куда вы двигаетесь. И радовались пока за нас, дорогие друзья. Насильно ждал, когда же запустятся наши фонтаны. Начнется весна и будет классная, прекрасная погода, которая даст нам возможность приходить, наслаждаться. И посмотрите, какое это место притяжения. Сегодня у нас много людей здесь не собирались. Это приятно видеть, когда на море уже работает инфраструктура курортная. Сейчас запустят абсолютно все фонтаны. Постепенно они к этому готовятся. И в дальнейшем наша Анапа будет привлекать еще больше гостей на весенний период. Тем более Анапа в лидерах. В этом году мы занимаем второе место после Сочи по бронированию номеров. Особенно, как говорят нам популярные, all-inclusive. Я точно не знаю, не бронировал, но такую информацию дает наша администрация. Надеюсь, вы так же, как и я, радуетесь тому, что фонтаны наши заработали. Это малые чаши, которые находятся туда, ближе к морю. И отсюда открывается уже великолепный вид на парк 30-летия Победы, который привлекает, я сегодня смотрю, очень много людей. Больше, по-моему, даже, чем в прошлый раз мы вышли. По одежде на людей смотришь, кто-то в юбках, в куртках, кто-то в шапках. Вообще не понять, какая температура воздуха. И в весеннюю погоду постоянно люди спрашивают, ты там майки идешь легко одеть, почему другие по-другому одеты. Потому что у всех разные ощущения температуры. Кому-то, может, мама при выходе из дома говорит, а ты шапку одел. Если не одел, то одень. И приходится человеку куртку одевать. Либо кто-то боится, что придет похолодание во время прогулки, от тепла не ломит. А вот от холода можно заболеть. Поэтому люди так одеваются. Сейчас на ракушке у нас идет представление. Сегодня арт-авеню и площадь театральная прям тоже забита людьми. Я дошел до Горького, посмотрите, как раз таки и в парке. И везде работают даже аттракционы у нас. Крутятся колеса, бабки мутятся. И туда сколько много людей. Как это приятно. Ребят, ну честно, вот как будто лето настало. Вот настолько Напа стал большой город. Много местных жителей. А также очень многие люди сюда приезжают на отдых. Именно в межсезонье. Многим нравится, потому что людей не так много, как летом. Но пора бы уже понимать, что и в межсезонье Напа очень привлекательна. Девушка с моря идет с чемоданом. Первым делом после приезда в Анапу сразу на море. Это самое главное, что надо сделать. Это есть такие люди, которые все время отдыхают. И на море так и не бывает. Здесь борьба идет между гонщиками в Формулу-1. Один безнадежно отстал, но остальные врываются, входят в повороты. В победу у нас пятый номер. Но одиннадцатый вроде как не отстает. А может он впереди идет и просто всех объехал. Пользуется популярностью этот аттракцион всегда, когда есть люди в парке. Это стоимость прокатиться за одну машинку 500 рублей. Можно садиться вдвоем. Пять минут длительность. Белая шляпа. Ребята, это достопримечательность нашего города Анапа. И все приезжающие делают обязательно себе фотографии на его фоне. Ребята, крутится, вертится шар голубой. Здесь у нас колесо. Обозрение. Смотрю, вроде бы его уже, наверное, восстановили. Но, по крайней мере, поломанных не вижу. Причем весь парк аттракционов работает. То есть все функционирует. И зовет вас в гости на прогулочку в Анапу. Колесо обозрения. Стоимость 300 рублей. Колесо произведено в Юровке. Он немножко был пострадавшим после шторма века. Но, вроде бы, смотрю, восстановили все. Ну, либо я не вижу пострадавших кабинок. В парке работают абсолютно все аттракционы. Там вот и машинки, и американские горки. То есть полностью готов к приему у вас, друзья. И даже мороженое продают. Все везде прекрасно. Мы идем сейчас по прямой. Вот за ту карусельку попробуем приготовить самостоятельно пиццу. А это у нас выход к морю. Машинки на прокат. Дети, взрослые. Довольные, самое главное, лица. Мне вот очень нравится смотреть, глядываться в них. В пиццерле Иль Поле находятся прям за этой каруселькой. И мы заходим, ребятка. Здравствуйте. Доброго дня. Ой, сколько вас тут много. Всем приятного аппетита. Всем привет. Мои дорогие, сейчас я буду пробовать собственными руками приготовить пиццу. Пицца будет у нас 4 сыра. Проголосовали на трансляции за него. Иль Поле. У нас уже все готово. Самое главное, сейчас уходили ребята, которые говорят, прям очень вкусно. Он стоял и радовался. Это самое приятное. Идите, мыйте руки. Будете сами раскатывать тесто. Ребята, руки помыл. Это самое главное, чтобы вы не переживали. Чуть-чуть. Аж можно подзвучить. С чего начинаем? Кидаем что-то под ложку, да, которая будет снизу. Да, это круг, которые мы используем для того, чтобы не прилипало к столу и легко раскатывалось. Сейчас мы берем заготовку. В руки? Да, прям берем руку. В руки заготовкой. Так, и теперь начинаем проминать в серединочку. Прям сделать небольшой крышочек. Так, борты только-только не борты. Борты трогать нельзя вообще. Можно сделать вот таким вот образом серединочку промянуть. И теперь потихонечку начинаем ее растягивать. Ага, вот и начались проблемы первые ребята. Что, уже? Рву тесто то, что ли? Да, немножко не так. Держи. Косяк. Ничего страшного, у нас заготовок много, по идее. То есть вот примерно что-то такое. Видишь, что она где-то уже серединку порвала. Вижу. И опять же, не просто так. Не просто пальцами вот так. Нужно относиться как... Не буду говорить, потому что забанят второй раз. Вот так. Так, вот поэтому от меня все женщины уходят. Слушай, я так не знаю. Сколько вы с женой вместе уже живете? В этом году у нас будет 20 лет совместной жизни. Вот, видите, все потому, что он умеет правильно разминать тесто. Жена, ты довольна? Как я разминаю? Виду она прям счастлива, на самом деле. Спасаем мы заготовку, которую... Юра закосячил? Юрий закосячил. То есть получается спасти. Надо было сказать, не рвень. Ничего страшного, это же опыт. Да, все равно. Это же опыт. Видал, как я это делал? Да. Не надо, давай эту продолжим. Слушай, ну зачем? Давай, давай, попытка номер два. Возьми его. В руки беру. Возьми его. И начинаю потихонечку делать борта. Просто кружочек такой сделай. Вот такой, да. Вот прям, вот, молодец. Теперь достаточно, в принципе, можно положить в самую серединку. В серединку. Прям одной рукой можешь сделать. Да. То есть прям мне ее так хорошо. Можешь двумя пальцами так сделать. Думя руками? Да. Отлично. Так, девчонки, со мной еще не все потеряно. Если что... Да. Теперь можешь теперь взять руку. Главное, чтобы борты нет. Угу. И потихоньку растягиваем. Это уже хорошо. Можно принимать на работу. Уже виднеется, пицца. Можно сделать ее побольше. Ничего страшного. Все, смотри, хватает. Давай, клади. А теперь будем поправлять. Господи, меня же трясет. Кстати, если честно, мне правда трясутся руки. Вот, смотри, какая красота. Умню раскатать бортики, чтобы они у нас не раздулись сильно. Раскатываются только бортики, ребята. Это я вот тоже запомнил с прошлой трансляцией. Все, пыльк, делаем. Разом, ложечка. Давно просто не готовил ничего на эфире. Так-то я, в принципе, нормально себя чувствовал всегда. Но сегодня что-то я прям очень переживаю. Не знаю почему. Все отлично. Типа у нас мою моцарелка. Все надо раскидать, да? Еще моцарелку кладем почти 150-170 грамм. Все отлично. Сыр с голубой плеченью. Две ложки с горочкой. На пармезан. Да-да-да. Тоже две ложки. Четвертый сыр у нас это будет чеддер. Да? Ты так аккуратно это все делаешь. Вы отправляйте в печь. Я фоточку себе наводил? Да. Прям туда в салон. Ай. Да-да-да. Да-да-да. Горячо. Созь. Вот у меня уже пицца там стоит. Представляете, как это круто. Теперь в настоящей печи она будет готовиться. Смотрите температуру. Я думаю, блин, может уйти из блогеров и в какой-нибудь там бизнес, не бизнес себе открыть. Вот можно брать у него франшизу и работать по франшизе. У нас сегодня будет озвучен номер телефона доставки. Директор. 8 900 002 0757. Краснодарская 2L. Забейте явность карты или поле. Сразу там все и увидите. Смотрите, какая красота, ребят, получается. Четыре сыра, мне кажется, одна из самых красочных пиц. Секундочки проходит. Смотрите, какая красота получается. Добавляем. Еще дожариваем. Вытягиваются уголечки. И на них сейчас будет корж дожариваться. Пицца проворачивается по кругу на самих углях. Когда она полностью будет подниматься, значит, она у нас уже готова. Сейчас пока еще чуть-чуть коржик проминается. Готовая пицца срезает. Смотрите, какая она красивая, ребят. С хрустом. Сейчас течет. Все сыры расплавились, как тылись. Это великолепно. Приятного аппетита, ребята. Подождите, дайте я вам главного шефа сегодняшнего мероприятия. Главный шеф. Аромат просто. Слюди текут. Я при том, что перед выходом поел. Фантастик. Мы пробуем. Пицца 4 сыра. Только что приготовленная. Ну, почти мною на ваших глазах. Белиссимо. Вау, вау, вау. Фантастик. Очень вкусно. Очень классно. От души Эль Пале рекомендую. Тут подготовительные работы. Че, фонтаны запустились. Теперь и ласковые берега. Я думаю, в скором времени откроются. Там внутри тоже люди сидят. И здесь мы можем видеть. Косметический ремонт начался. Это улица Набережная. Наши друзья. Можно увидеть, сколько людей прогуливаются. Везде как бы пустых мест нет. Это вообще очень приятно наблюдать. В море у нас уже перекормленные лебеди. Так сказать, держатся от людей на расстоянии. Побывал в Крыму возле Евпатории. Там на озере лебеди из моря выходят. Только дай, 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 дай. Ох, сейчас обомлел, ребятки. А ну-ка, посмотрите. Там прям толпа народу стоит. Вот это да. Вот это номер. Лебеди сколько народу привлекли. Ну, это в левую сторону. Здесь начинаются каменные пляжи в Анапе. В море кристалл. Даже намека на водоросли нету. Пойдемте к людям подойдем. Посмотрим, что они так все тут возле лебедей собрались. Наблюдать такие скопления. Прям очень приятно. Хотя летом здесь вообще все в людях. Даже сейчас видеть много-много народу на берегу. Все приходят с детьми, фотографируются. В общем, удовольствие и релакс. Анапский. О, смотрите, как лебед там красиво привстал. Привет лебедям. Чайки. Пришли за... О, наконец-то лебеди. Мы увидели, которые выходят на берег. То я на вас наговариваю. Говорил, что в Крыму более хотят поесть. Смотрим еще с бачка на людей. Красота. И лебеди. Смотрите, какая огромная компания сюда приплывает. Вот это да. То есть, по-моему, у нас как-то очень много лебедей стало. Еще же есть у нас и на Малой Бухте. Там отдельная группировка. Уже можно играть в песочек. Песочек с детьми сейчас на песчаных пляжах. Прям очень хорошо. Большая такая песочница. Наша настоящая. Подходим уже к центральной зоне отдыха. Написали, что Рюбинской выход на нее. Люди отдыхающие. Ну, не на всех лежаках. Но там возле лебедей, конечно, народу гораздо больше. На Данапе развивается флаг России. Наша любимая надпись «Море в море» и пасмурном небе. С чайками сверху, на каждой буквой сидящими и людьми здесь отдыхающими. Сегодня и здесь людей не так уж много. Потому что здесь усиливается ветер и довольно-таки подхватно. Зато дети строят свои великолепные замки. Атмосфера такая, что приходи, пей чай и наслаждайся. Ждем вас. И если вам нравится, надпись «Море» пишите. Если не нравится, тоже пишите. Интересно, кто к ней относится. Эту территорию вы помните, когда она была под китайскую зону сделана. Сейчас все благоустройство уже поубирали. Осталось его здесь крайне мало. Тут нас какой-то детский праздник называли. Как раз качельки все детьми заняты. И там детей веселят. Рождение! И я поздравляю. Рождение! Рождение! Вот так вот. Всех, кого день рождения, с днем рождения. Очень ждем, когда зимой в Анапе заменят уже на весну или летую. Зимой уже не актуально. Ну все, все пошли тортик кушать. Обратите внимание, когда кто-то сравнивает наши курорты Анапа, допустим, с другими городами. Посмотрите на ширину пляжа. Это у нас центральный пляж. Тут просто замучаешься идти от моря. Ровный, благоустроенный. Ну это то, чем привлекает как раз-таки Анапа сюда большое количество людей. Еще прокатившись как раз-таки по песчаным пляжам Крыма, это видишь уже своими глазами, анализируешь прям открыто. Раньше об этом даже не задумывался. Ну там песок и у нас песок. То есть чем мы там особо отличаемся? А вот чем. Насколько популярен волейбол в Анапе. Все площадки, которые у нас тут есть, их тут раз, два, четыре, пять, шесть, заняты. И люди с левой стороны играют в горячую картошку. Это правильно у нас в детстве называлось. Отбивают. Ну и здесь сражения идут очень. Вообще-то, кстати, такая толпа людей играет против двоих. Там более взрослые люди. В общем, волейбольная красота. Мы подходим все ближе к речке Анапе. Здесь у нас пони пошли и лошадка. Работу на фотографии покатать наших дорогих отдыхающих. Мы дошли до устья речки Анапе. Место впадения ее в море. Здесь она сейчас очень широкая, очень много воды несет в море речной. Водичка, в принципе, такая желтоватая, темненькая. Это из-за того, что она протекает сквозь пауни. Там идет очень много гниения, поэтому сильно не удивляйтесь. Здесь у нас был мостик. И надежда и мечты, что мостик восстановят. Но даже каких-то начальных работ по его восстановлению мы с вами не видим. И в комментариях на трансляции люди пишут, что его, скорее всего, восстанавливать не будут. Но у меня все-таки мечта, как в душе теплится, что мостик вернется на круги своя. Потому что без него тут будет немножечко грустно. Напишите обязательно, ждете ли вы мостик или нет. Ну и дальше, видно, по берегу люди гуляют, променанты совершают. С левой стороны у нас Бородашвили открылся сеть ресторанов в Кавказской круге. И снизу сети называются. Если что-то там уже пробовали, ели, пишите. Отзывы ваших будет интересно почитать. Может быть, куда-нибудь сходим. Всю мою жизнь в Анапе существовал этот мостик, который был на другую сторону речки Анапки. И вот представьте, мы дожили до такого момента, какой силы был шторм, что его снесло, пока силы потом его полностью убрали. Людей сюда приходит много. Это вот в район Фатини, проход к морю от парка. Напишите обязательно в комментариях, хотели бы вы здесь видеть его. Есть ли хоть какие-то надежды, что он появится у вас? С правой стороны тут покосили камыш, и речка стала выглядеть поинтереснее. С той стороны, хотя, смотрите, тоже люди гуляют. Красота под пение птиц. Наша любимая Анапа. Мы, в принципе, рады, что наступает теплая пора. Это знаменитая скульптура нашего отдыхающего с белой шляпой. Тут и отдыхающий, и белая шляпа, все в одном. Это тигр просто. Кс-кс, привет. Как у тебя дела? Кс-кс-кс. Вообще на меня ноль реакции, как будто меня нет. Привет. Отстань, говорит, не мешай. Здесь у нас тоже такое место с бегемотиками, с лавочками возле речки Анапки. Ну, простор. Скоро откроются все эти магазинчики, как вот этот, и будут продавать разные товары. Здесь пока зимний такой ассортимент продается. Арочная конструкция. Мы пока выходим на пляж, а с той стороны здесь надпись именно «Фатини». Поэтому мы и называем пляж. Речки Анапка, проход к морю, там, где Фатини. Рыбаков сегодня что-то не видно. Баги Дрома, дальше у нас крутится колесо обозрения, такой большой парк аттракционов. В нем находится еще и наш каток Анапский. Колесо работает, но вот этот большой, Евростар, он у нас не функционирует. В конце прошлого лета катался на нем. Надо, кстати, как-то видео выложить. Может быть, в это видео и вставить его. Баги Дром поближе, там по площадочкам катаются такие прикольные баги. А здесь вот выход на пирс. Обычно здесь много лебедей. Сейчас только один рыбак там находится и все. Люди жалуются на то, что здесь у нас грязновато. Тут даже, я смотрю, пол срезали полностью все камыши, которые были с этой стороны. Кстати, эти рыбаки, они дальше сидят. Наверное, клюет очень сильно. Мусора, честно, многовато. Из просто слонов делают индийских слонов. Класс. С этой стороны тоже так же выкрасят. И заходим в парк аттракционов в джунгли. Людей здесь тоже, как вы видите, предостаточно. Многие как бы путешествуют через парк аттракционов, приходят сюда покататься. Давайте сходим, посмотрим, работает ли каток. Цены с прошлого сезона. Потом сравним, когда новые появятся, как они изменились. И пишите, на чем вы катались в этом парке, что вам больше всего понравилось. Это мечта любого катка. На очереди на покупку билетов. Существует сейчас нету каталки, жаль. Чуть попозже начнется. Мы попали на перерыв. Ледовый каток по стоимости 500 рублей. Дополнительно 250 коньки. Заточка. Это расписание движения. Записывайте как раз. Ледовая машинка. Видите, мы пришли как раз на перерыв. Сейчас будут людей запускать. Ну, такая красота в Анапе. Обязательно приезжайте, покатайтесь. Два раза катался. И мне, честно, каток очень понравился. Многие пишут подешевле бы. А я хотел бы себе, наверное, купить свои коньки. И почаще приходить. Все-таки тогда будет стоить 500 рублей, а не 750. Ну, и свои коньки лучше. Многие говорят. Право-сторонно можно видеть, готовят лавочки. К сезону мы уже дошли до Дом Верднома, который, помните, сгорел. Рядышком с ними затерянный остров. И тут тоже небольшой проток речки Анапки. Обычно у нас с этой стороны много рыбаков. Сейчас, кстати, в этом месте с катка выкидывают снег, который счищают. Тут можно всегда увидеть снежок теперь. Выгул собак запрещен. Спасибо, что не наступаете на клумбы. Больше клумб всяких надписей. Но это более детская часть. Здесь много детских аттракционов находится. Здесь такая вот большая. Кондор называется. Ну, и еще разные лазалки. Ну, более мелкие аттракциончики. Мы дошли до выхода из парка. Здесь и баги разные, дромы есть. Здесь вот с правой стороны видим, что деревья чуть подрезают. Пилят, и дальше стройка идет. Ну, то есть у моих подписчиков появились такие вопросы. А законно ли дальнейшая здесь установка вот этих вот сооружений. Как бы людям бороться с тем, что сносят деревья. И новые аттракционочки появляются. Лучше бы, конечно, плитку доделали. Хотя, может быть, как раз таких и организовать. Но что-то осталось. Метров, наверное, 200. Благоустройство. Ну, да, с задней стороны мы видим, что и повалили деревья. Нашим дорогим жителям Анапы, гостям курорта не нравится. То, что зелень постепенно исчезает. Хотелось бы, чтобы ее, наоборот, становилось больше. Со всех сторон уложены стройматериалы. Понимаю, что тут было мусорно. О чем, собственно, люди и возмущались. Тотальная застройка. Благоустройства здесь точно не хватает. Но плитка тротварная, они приносят денег. Поэтому, я думаю, администрацию было бы классно замотивировать этих людей, которые здесь вот что-то начали строить. Видите, вокруг всех деревьев как раз таки хотят что-то накопать и сделать. Это пони. Здесь тоже припаркован в парке и отдыхает. Дальше еще один пони. Там больше людей возле него. В общем, место очень притягательное для того, чтобы устанавливать всякие аттракциончики. Ждем ответа администрации, чтобы все-таки это было на законном уровне. А еще больше хотелось бы, чтобы тут появилась вообще тротуарная плитка полностью по проходу туда. Дальше на улицу Пролетарского. Смотрите, какое красивое дерево с цветочками распускающимися. Это алыча. Дальше мы на следующую более узкую часть проходим. Еще одно дерево, посмотрите, тоже это жарделька. Белые цветочки появляются очень красиво. Он какой красавец. Посмотрите. Он думает, ты ему что-то даешь. Ты ему дай что-нибудь вкусное. Это вот такие лошадки. Вот еще один коник. Тоже красивый. И вот еще один. Слушайте, это тоже очень красиво впереди. Бесплатный такой контактный зоопарк. Слушай, а этот не привязан, что ли? Посмотрите, еще здесь есть один пони. Его только что морковкой покормили. Довольный, живет себе. Улица Горького, пересечение у нас улицы Красноармейской. Большое количество людей бежит на улицу Горького. Возвращаемся обратно на курортную часть города. То есть здесь движуха идет прям отличная. То есть люди, магазинчики все работают. Горького у нас постоянно, как говорится, движ. Афроэкзотика. Здесь, мол, ребят, снимали обзорчик на их одежду. Это пересечение улицы Горького и улицы Грибинской. Отсюда вот выход на центральную часть города Анапы. К пляжу, на котором мы сегодня были. Лаунг-зону, там находится зона отдыха. Но вот здесь уже как-то позорно все это смотрится. На Грибинской по левой стороне. То, что не хотят наводить порядок. Улица Краснодарская. Пересечение с улицы Горького. Здесь людей становится все больше. Пакет рациончиков работает. Сделали реконструкцию туалета перед администрацией. Развлечения на ракушке. Артем, справляйте свои силы. За вами должны все повторить. Итак, Москва, три, два, один! Народ танцует, развлекается. Она порадует. Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Пенисова. Мы проводим городские мероприятия с центральным паркером. Они в ситуации для того, чтобы транслировать семейные ценности. И здесь могли прийти мамы, папы, бабушки, дедушки и дети. Так, ну что же мы проводим анимационную программу конкурса и дарим подарки детям и взрослым. Спасибо. А когда они будут? Вот таких, что я беру там, это актуально или путь? Конечно, актуально. Десятого марта мы будем на лаунж-зоне улицы Гребенская. Девчонки, согласитесь, мальчишки были в доме. День добрых дел будет Центральный парк развлечений Горького 1Д. Девчонки, согласитесь, парк. Будет район колеса обозрения. Мы будем высаживать деревья, помогать животным и родителям. Здесь у нас арт-авеню. Очень много изделий ручной работы наших дорогих анапских мастеров предлагают. В общем, приходите, прогуляйтесь. Вот ко всем обращаюсь еще раз, ребятки, пожалуйста, не кормите голубей. Посмотрите, просто, во-первых, это некрасиво смотрится, хлеба накидали на всю площадь. Во-вторых, голуби кушают и гадят, гадят. У нас уже выставили вот эти пилоны и запустили фонтан еще передарочной конструкции. Представься, как тебя зовут? Данил сегодня с нами гулял по Анапе, рассказывал свое видение города-курорта, свое место жительства и помаши ручкой и скажи всем привет огромный. Привет, ютуба. От души. Спасибо за прогулочку. Продолжается установка пилонов. Вот так должны быть уже в сборе выглядеть эти места. То есть довольно-таки интересно, красиво. Потом должны растения заплести. Вот уже посадили, видите, из горшков и плетение должно идти вверх. Защищать эти беседочки от солнца. Посмотрите, вот так выглядит фонтан посредине одной из беседок этих с пилонами. Вот он фонтан, работающий перед арочкой. Ну красота же, ребяточки. Посмотрите, как много и детей, и взрослых. Все качели заняты. Как приятно смотреть на обновленную площадь перед нашей родиной. Надеюсь, что вам тоже нравится. Пишите обязательно об этом в комментарии. Прогулочную зону еще до моря, до двухъярусной набережной прогуляться. Глянуть, как там все выглядит. С правой стороны у нас детская площадка. Все качели заняты. Везде дети, везде родители. То есть очень место это у нас востребовано. Вечно зеленые тоже высаженные под эгидой благоустройства этой территории. Изменилось это место до такой неузнаваемости, что я постоянно хожу и получаю здесь удовольствие. Еще больше вот таких вот детских площадок бы нам в Анапе. И было бы еще круче. Паровозик выезжает на разворот. Кто-то любит, кто-то не любит. Вот одного мальчика он куда-то везет. Это у нас русско-турецкие ворота. С левой стороны у нас Аргипия, хеологический музей. Это улица Пушкина, прогулочная. Это у нас Херсонес-Таврический. Это как выглядела Анапа. Причем вот это вот ворота русско-турецкие. Это у нас Пантикопей. Здесь фонтан еще не заработал, к большому сожалению. Я шел на него посмотреть, думаю, а вдруг. Но его уже расконсервировали. Я думаю, вот-вот-вот-вот почистят и запустят. Это ручей называется. Фонтан-Жемчужина все никак не хочет работать. Его тоже ждем. Обещают вообще все фонтаны. Она по ближайшее время запустить, расконсервировать. Там мы видим наш кораблик. Алые паруса. И, кстати, радуга на небе. Прикольно смотрится. Так это дождя не было. Или это даже как эффект галла, я бы назвал. Для полного облика, чтобы чувствовать себя уверенно, дорогие друзья, пора постричься. Мне уже пишет Юра, ты зарос. Мы приехали в салон красоты преображения. Мне ранее здесь делали маникюр, а теперь наведут красоту на голове. График работы видите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли в салон красоты преображения, который находится на улице Владимирской, 144. Я о нем вам уже рассказывал. Здравствуйте, прекрасные леди. На улице наступает весна, все преображается. И мы точно так же приглашаем вас к нам на преображение. У нас 6, 7, 8 марта подготовлены для вас приятные цены. 12 марта у нас запланирован день бренда Матрикс. Мы приглашаем вас к нам на процедуры, на окрашивание по приятным ценам. И плюс спа-уход по восстановлению волос в подарок. Записывайтесь заранее. Количество мест ограничено. Как приятно в ускоренном темпе смотреть, как ты преображаешься в салоне красоты преображения. Я могу вам посоветовать этого мастера. Посмотрите, она как бабочка порхает вокруг меня, создавая красоту. Я, честно, очень доволен прической. Столько ваших отзывов, прям положительных, никогда еще не получал. Спасибо всем, кто подписан на телеграм. И вы увидели, как говорится, эту красоту самые первые. Плюсы мне привели в порядку мою бороду и помыли голову. Такая вот красота получилась. Смотрите сами на результат. Так вот внешний вид у нас получается. Ждем ваших комментариев. Благодарим Польгу за эту красоту. Мне кажется, прическа прям вау. Приходите. Здесь делать детские, взрослые, мужские, женские стрижки, маникюр, педикюр, окрашивание. Все услуги салона красоты, подробности по телефону в описании. Теперь я вас приглашаю в городской дом культуры. У нас сегодня мэр будет отчитываться о проделанной работе за 2023 год и планах на 2024 год. Священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава, поют расстояние на все времена. Всем добрый день. В этот отчет мы включили самые важные события, которыми запомнился не самый простой, но все же плодотворный для Анапы 2023 год. Мы прошли его вместе и также вместе добились успехов по всем направлениям. Многое сделано в социальной, курортной, жилищно-коммунальной, аграрной сферах. Но еще больше сформировано серьезных заделок на будущее. Главной нашей задачей было улучшение социальной инфраструктуры, традиционно реализовать в жизни многие идеи и планы помог сбалансированный и эффективный бюджет. Объем дохода в 2023 году составил почти 11 миллиардов рублей. Она поприняла участие в реализации 16 госпрограмм, получив из федерального и краевого бюджетов около 4,5 миллиардов. Мы сохранили социальную направленность бюджета, выделив на содержание и развитие соцсферы свыше 6 миллиардов рублей, 56% всех расходов. В этом году ставили для себя задачу продолжить тренд роста бюджета и получить рекордный для Анапы 20 миллиардов рублей доходов. Напомню, еще три года назад бюджет города составлял всего 5,5 миллиарда. Оборот крупных и средних предприятий всех отраслей экономики сложился выше уровня 2022 года на 30% и превысил 120 миллиардов рублей. Она по основу вошла в тройку лидеров в нашем регионе с наиболее благоприятным инвестиционным и деловым климатом. Наш инвестпортфель включил 18 соглашений на общую сумму 140 миллиардов рублей. В 2023 году заключено 6 инвестсоглашений на 70 миллиардов из них, 5 в рамках Петербургского международного экономического форума. Завершилась реализация двух крупных проектов. Это строительство фармацевтического предприятия фитопарма и гостиничного комплекса «Город Мира». В этом году мы планируем увеличить нашу инвестиционную кубышку до 180 миллиардов по 35 проектам. Продолжаем работу по привлечению долгосрочных инвестиций. Фундаментальным для развития муниципалитета станет проект «Новая НАТО», который поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Только по предварительной проработке инвестиционной составляющей ожидается около 400 миллиардов рублей. Большой объем приходится на инфраструктурные проекты, необходимые для развития НАТО. Новые коммуникации, сети и дороги общим объемом инвестиций более 130 миллиардов. По итогам года курорт занимает лидирующие позиции по большинству видов господдержки субъектов МСП. Общая сумма финансовой поддержки превысила 200 миллионов рублей. А в этом году планируем привлечь порядка 500 миллионов рублей субсидий. 9 анапских предпринимателей, отмеченные краевым знаком сделан на Кубане, в 15 присвоен статус социального предприятия. Двое получили граммы по полмиллиона рублей каждому. В итоге в рейтинге муниципалитетов Анапа входит в топ-5 по количеству социальных предпринимателей. Также планируем получить поддержку за счет средств Министерства курортов на модернизацию пляжного оборудования на сумму свыше 80 миллионов рублей. Сложная экономическая и политическая ситуация в стране не повлиялась на востребованность Анапы. Несмотря на закрытое вес общения, курорт принял около 5 миллионов туристов, на 20% больше, чем в 2022 году. Объем услуг крупных и средних организаций отрасли составил 15 миллиардов рублей, на 77% больше, чем год назад. Емкость курорта увеличилась почти на 45 тысячи койко-мест. Был открыт крупнейший в крае пятизвездочный отель «Город мира» почти на 4 тысячи койко-мест. Выполнена задача губернатора к ежегодному увеличению протяженности благоустроенных пляжных территорий. В прошлом году в Анапе она составляла 24 километра, работали 133 пляжа. 36 успешно прошли классификацию. Анапа остается рекордсменом по количеству объектов, работающих по системе «Все включено» и «Ультра все включено». В 2023 году их количество увеличилось до 58. Важно, что в ряду с премиальным сегментом развивается детский отдых. У нас открылись 2 новых детских оздоровительных лагеря «Юбилейный» и «Сменный Олимпий». В этом году их станет еще на 2 больше. Все популярнее становится проект «Зимой в Анапе», который продвигает преимущество отдыха в холодное время года. В рамках проекта прошло более 150 мероприятий, продолжено развиваться и по трех сферах. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил почти 50 миллиардов рублей на 18% больше, чем годом ранее. У нас открылись новые магазины крупных торговых сетей. Работало около 90 ярмарочных площадок на 200 тысяч мест, которые предлагали продукцию местных фермеров по ценам производителей. Сельскохозяйственной деятельностью занимались 24 предприятия, около 300 субъектов малого бизнеса и 32 тысячи личных подсобных хозяйств. Развивается наше титульное промышленное направление «Виноградовство и виноделье». Анапские аграрии собрали 42 тысячи тонн винограда и заложили около 550 гектаров молодых виноградников. Наши фермеры получили свыше 60 миллионов господдержки и привлекли на развитие АПК более 225 миллионов любодных кредитов. Ярким событием открытия сезона прошлого года стала энагастрономическая ярмарка «Аморь и вина», которую посетили 150 тысяч человек. На важнейшую отрасль образование из бюджета было выделено около 4,5 миллиардов рублей. Мы завершили строительство детского сада на 280 мест в станице Анапской, провели комплимент в школу виноградном, субсехе и рассвете. Заложили камень по строительству школы на 1550 мест в Сабанабалке. В текущем году планируем начать строительство еще пяти школ и проектирование еще пяти. Также запланировать капремонт в 15 школах в Гостогаевске и еще в двух школах ремонт пищеблоков в 23 и в 7. Начнем строить пять детских садов в городе, в Витязево, в Суков, в Субсехе. Еще по пяти приступим к проектированию. Около 800 миллионов рублей было направлено на содержание сферы культуры. В Суков начал работу новый дом культуры, первый в крае построенный по нацпроекту культура. По современным модельным стандартам модернизирована детско-юношеская библиотека. Признаюсь, я сам стал ее постоянным читателем, завел абонемент регулярно беру книги для домашнего чтения, очень много. В рамках партийного проекта «Единая Россия» приобрели световое и звуковое оборудование в дом культуры виноградовцы, бонобалки, вестники. По краевой программе развития культуры провели ремонт Кровлев, ДК в Большом Разноколии, капремонт зрительного зала Варваровки. Открыли новые учебные площадки детской школы искусств в Анапской и в Гастаганской. В этом году планируем начать строительство дома культуры нового в Субсехе, спроектировать культурно-досуговый центр дворец искусств в так называемом императорском парке и детскую школу искусств на бульваре Адмирала Менщикова. Провести капремонт детской музыкальной школы на Ивана Голубца и трех сельских ДК. Продолжается работа по укреплению сферы здравоохранения. В рамках нас проекта завершено строительство в ПАПа в Большом Разноколии по краевой программе амбулатории ВЛУ в Субаров-Черкесском. В городской больнице открыт сосудистый центр. В текущем году при поддержке инвесторов и кровоправительства планируем начать строительство шести объектов здравоохранения. Двух больших поликлиник в Горгипе на Анапском шоссе и мини-поликлиник Субсехи, Витязева, Супо и Благореческа. Будет завершен ремонт инфекционного отделения детской больницы. За это, конечно, огромная благодарность нашему кровоправительству. Также планируем провести как ремонт роддома. Развиваем спортивную инфраструктуру. В 2023 году при поддержке кровоправительства ЗСК и лично Юрия Александровича Бурлачка начали работу по созданию центра пляжных видов спорта. И от клуба водно-гребного канала к лету откроем эти объекты. Идем с небольшим опознанием, но будем открывать их уже к лету. В парке Крещения Руси установлен центр уличного баскетбола в Гастагаевской площадке для сдачи нормативов ГДО. Открыта спортплощадка в школе-интернате в Суворов-Черкесском. Спорт-зона в парке Витязево, борцовский зал «Каскад-Сухо». В течение года она поуверенно подтверждала статус спортивной столицы Юга России. Мы встретили такие крупные соревнования, как турнир по триатлону «Аронстарт», чемпионаты и Кубки России по пляжному футболу, волейболу, гонгболу, парусному спорту, фестиваль «Горгебийские игры» и другие массовые мероприятия. В этом году планируем установить около 10 воркаут-площадок и начать строительство нового 25-метрового бассейна на Сувсевском шоссе, теннисного центра, трех многофункциональных спортплощадок в Суворов-Черкесске, в Красном, в Джигирске и провести реконструкцию скейт-парка в сквере Будович. Также начнем строительство самого большого в нашем федеральном округе – экстрим-парка. Планируем начать строительство спорткомплексов в Буташе, Анапской, Гостогаевской и в Анапе на улице Владимирской провести ремонт бассейна в спортшколе «Виктория» и капремонт 6-й спортшколы. Традиционно значительные бюджетные средства были направлены строительство и восстановление дорог, благоустройство и санитарное очистство. Отремонтировано в асфальте свыше 8 тысяч квадратных метров дорог, в щебле 75 тысяч квадратных. Обустроены 4 километра тротуара в этом году планируем не менее 5. Одно из первых – Анапа начала реализацию президентской программы догазификации, и сегодня мы лидеры в регионе. Уже получено порядка 10 тысяч заявок, газ подведен к более 6 тысячам участков. В этом году планируем догазифицировать около 4 тысяч абонементов. Также построены газопроводы низкого давления в Большом и Малом Разноколе, высокого давления в Бужоре. Выполнена корректировка схемы газоснабжения в Красной Скале, Красном Бургане, Джигенте, Суворов, Черкесске. Начато строительством напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод ДУ-1000 от очистных сооружений до камеры гашения на высоком берегу, протяженность 5,5 километров. В этом году завершим эту работу и начнем строить еще два масштабных объекта водоотведения. Это коллектор в Сукуре, конструкция очистных в Анапе. Все эти важные для Анапы инфраструктурные проекты стали возможны благодаря личной поддержке нашего губернатора, Вениминовича Кондратьева и, конечно, правительства региона и страны. Важное направление капремонт многоквартирных домов. За год обновили 35 домов на сумму почти 300 миллионов рублей. В этом году работы планируются на 26 домах на сумму порядка 370 миллионов рублей. И, конечно, мы продолжаем делать наш город привлекательным. За год высадили 2 тысячи деревьев, более 200 тысяч цветов и свыше 3,5 тысяч кустарников. Вели практику ежемесячных субботников и эко-акций. Особое внимание уделяли созданию новых общественных пространств. В рамках нас проекта «Жилье и городская среда» выполнена реконструкция театральной площади и парка «Виноград». К лету откроем после реконструкции парк «Ореховая роща». Также проведена колоссальная работа по созданию парка «Крещение Руси», который уже в этом году начнет принимать культурные городские мероприятия. Началось строительство в будущем главного городского общественного пространства парка с рабочим названием «Операторский». В этом году откроем его в первую очередь. Также планируем благоустройство парка в Юровке, сквера «Россия» и бульвара «Евский». По поручению губернатора региона мы продолжаем масштабную работу по упорядочиванию комплекса геостроительной документации, старт которой дало утверждение новых генпланов ПЗЗ местных норм для строительного проектирования. Точечная застройка в Анапе сейчас в принципе невозможна. Жилищное строительство осуществляется исключительно после заключения договора о комплексном развитии территории. В прошлом году мы заключили их четыре, в этом году планируем еще семь. Вместе с жителями продолжаем борьбу за соблюдение положения нового генплана и отстаиваем в судах интересы города. Не так давно Конституционный суд поддержал нас и отменил разрешение на строительство трех пятнадцатиэтажных домов на улице Шевченко в стометровой зоне от моря. Конечно, это наша совместная важная победа и очень благодарен здесь всем за поддержку, суду в первую очередь. Как всегда, серьезное внимание мы уделяли вопросам безопасности. С помощью аппаратно-программного комплекса «Купол» нашим отделом МВД было задержано более 1700 человек, среди которых находившихся в федеральном и международном розыске. Сейчас в системе свыше тысячи камер, но мы будем ее масштабировать, чтобы полностью охватить территорию муниципалитета и довести количество камер до двух тысяч и более. Вместе мы открыли новое здание следственного отдела и укрепили курортную полицию самой современной спецтехники. Для снижения рисков ЧС природного характера расчистили ряд водоотводных и ливневых каналов, завершили укрепление береговой линии на участке реки Суко протяженностью километра. Также в 2023 году была создана и введена в эксплуатацию муниципально автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения. Приобретен сертифицированный автомобиль для службы спасения. В этом году планируем построить участковый пункт полиции в ЖК Горгипе и здание Росгвардии с казармой и Тиром. Мы продолжаем укреплять наше казачество. Численный состав нашего общества составил около 3000 казаков. В этом году в планах увеличить его до 4000. В Анапе стало больше на 29 казачьих классов. Сейчас работают 147 классов и 45 групп казачьей направленности. Сразу двум нашим школам присвоен статус казачьей образовательной организации. 31-й Костогайский и нашей Алексеевки 35-й. До конца года его получат еще две школы и два детских сада. Впервые в Анапе прошли бескровненские поминовения памяти наказного атамана Черноморского казачьего войска и генерал-майора Алексея Даниловича Бескровного. Обязательно сделаем их ежегодными, традиционными. Также начали работу по созданию казачьего военно-патриотического центра «Застава» в Кутере-Чикон. Планируем благоустроить аллею казачьей славы вдоль 35-й школы и сквер казачьей славы на Синкропольском шоссе. Начать строительство трех штабов первичных казачьих обществ в Уташевце, Бонобалке и Алексеевке. Новые объекты появились во многих сферах жизни Анапы. На курорте создали памятник огнеборцам в станице Гостогайской открыли молодежное пространство и ресурсы. На Синкропольском шоссе интерактивный зал воинской славы. Украшением города и важным элементом патриотического воспитания стали муралы на стенах многоквартирных домов, школ, техникумов, вузов, где изображены герои разных войн и поколений. В поселке Виноград построили храм Василия Великого и открыли первый за долгие десятилетия вечный огонь. И, конечно, главным событием года для всех православных анавчан стал визит патриарха московского и всей Руси Кирилла, который осветил новый храм святого равнопостного князя Владимира, самый большой сегодня в Анапе. В этом году мы планируем проектирование двух храмов в городе в честь воскресения Христова и в честь святителя Николая Чудотворца. А также продолжаем строительство еще девяти храмов в городе и в округах. Так, дорогие мои друзья, только что вышел с ежегодного отчета нашего главы о том, что было сделано в Анапе и что будет реализовываться в ближайшее время. Планы амбициозные, все везде растет. Это хорошо. Есть, конечно, у нас и претензии, потому что они делаются, но, по-честному, можно сказать, что она изменений позитивных очень много, что от души прям радует, дай бог, чтобы в дальнейшем она поразвивалась только вперед-вперед-вперед. Ну а теперь дальше поехали. Обожаю эти места, утреша, въезд и паркуюсь возле Ротонда, ребятки. Сейчас будем путешествовать на пляже, который дикий, секретный, прекрасный и классный. Для тех, кто хочет сюда приехать, просто оставляю координаты. Приезжайте, буду очень-очень этому рад, от души, душевного души, как говорится. Ну и посмотрите, какой вид Ротонды на закате. Цель путешествия – спуститься вниз, разжечь костер, пожарить. Кстати, сончики сделать такую вот сосиску в валаше. Ой, какой аромат уже здесь стоит. Просто вау-эффект. Единственное, вот салфеточки, салфеточки – это минус, конечно. Сама эта часть является заказником, и здесь действуют такие моменты, что нельзя там останавливаться вроде как с палатками, людей выгоняет особо опасные пожарные времена. Сейчас вроде бы у нас никаких таких ограничений нету. Ну и в принципе я не в лесу собираюсь разводить костры, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Тут есть вариации вообще вот туда перейти на гору и на облизистом берегу посидеть, подождать закат. Вот я почему-то хочу на пляж, хотя сейчас пока буду спускаться вниз, буду принимать вещение, может быть, и туда. Нет, тут получится, наверное, в лесу, будет костер. Я рисковать лесом не хочу, поэтому пойдем на пляж. Тропинки все видны, спускаемся вниз, по вот этой ложбинке двигаемся туда. Будьте только аккуратны, ребята, потому что спуск очень крутой. Берегите себя и свои ноги, руки, гоу. Отсюда вид на горы еще такой более монументальный. Там находится вторая ротонда, туда тоже есть спуск, но более экстремальный. Ну и сюда я советую прогуляться, если вы никуда не спешите, как я сейчас на закат, чтобы там не остаться по ночи, то сходите, посмотрите, будет очень круто. Такая вот дорожка здесь же более-менее ровная. Единственное, что по кругу валяются булыжники, они как раз-таки падают оттуда, соответственно, к скал. Так что будьте аккуратны, а тут прилетит. Хотя обвалы происходят, но небольшие камни вот там возле машины чуть-чуть валялись. Дошли до можжевельничков. Это такая как больше туя, похоже, можжевельников несколько разновидностей. Самые красивые будут впереди в лесу. Хотя и здесь не своим изяществом, просто поражают. Заходим дальше в лес. Зимой он такой как-то просторный смотрится. А вот в летнее время здесь все такое зеленое, очень-очень красивое. Ты идешь по зеленому коридору. Ну, тем более, надо снимать такие контрасты, чтобы можно было потом сравнивать. Вот это со второй ротонды один из спусков. Еще один есть туда, в ту сторону он еще более крутой. Тут зато быстро можно спуститься или скатиться, как повезет. Сейчас мы входим уже на территорию больших можжевельников, ближе к берегу. Посмотрите, как это выглядит. Вау! Эффект. Аромат, ребята, вот не передается. Я сам не ожидал, что он такой сегодня будет ярко выраженный. То есть под солнцем уже хвая прогревается. И состоят здесь невероятные такие ароматы. Обаяние прям радуются им. Здесь есть щит такой пожарный. Походу, это мусор или еще что-то собирали. Тут кто-то под деревьями пытался костры полить. Вот так лучше не делать. Ух ты, да, кто я такой. Говорить вам после того, как сгорел у нас утре, что доступ открыли. Потому что не полите костер. Я вот сам бы туда пошел. Наверное, сел бы вот в таком вот примерно месте. Там даже есть места со скамеечками. Развел бы костерчик. И сидел бы с вами радовался вот этому фантастическому виду. Тут там еще красивее и выше. На горах можно было. С правой стороны у нас Юрина Горазитна. Пляж Юнгари и кусочек части бухты Суко. Море здесь невероятно прозрачное. Вот так мы будем останавливаться. Бежим дальше. После этого заката открывается вид на тот секретный, любимый мой пляж, к которому мы с вами двигаемся. Вот она, площадочка фантастическая. Бывает, что стоят у нас палаточники в той части. В прошлом году приходил они здесь все на пляже стояли. Потому что с леса всех повыгоняли за пожароопасные обстановочки. И костры даже были запрещены здесь. Но в ночное время видел, что люди себе готовят еду. И вот она, ротонда вторая. И от нее мы поднимались вот там. Тут, 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 тук. Ну, лучший спуск, который он перед этим показал. Смотрите, как скалы проваливаются туда внутрь. Такая дышка образовалась. Отсюда, вот из середины леса, идет такая более-менее хорошая пологая дорожка. Все остальные будут более крутые. Куча разных ручейков. Минут дорожек струятся снизу вверх и обратно. Берегите лес от пожара. И лес не помойка. Это очень важно. Все, что приносите, забирайте с собой. Лесной участок 08. Договор аренды в смысле. Это что такое? Договор аренды номер такой-то. Квартал, три старой части. Это как так? Вообще. На спуске, кстати, можно тоже найти. Такие лавочки стоят. Кто-то здесь себе стоянку делал. Дальше еще пожарный гидрант. Ну, тоже, видите, все чистенько. Убрано с собой все, что можно ветки-палки брать. И сейчас увидим пляж непосредственно после шторма. А после шторма здесь эти места я даже не узнаю. Я впервые сюда добрался. Все выглядело совершенно по-другому. Вот это, да. Это звук со стороны моря пришел. Не очень хороший. Ну, и смотрите. То есть шторм века налетел на эти территории. И просто весь пляж так вот разровнял, камни поднял. И унес туда дальше. Ну, сейчас надо себе найти местечко. Я думаю, сюда ближе к скалам надо будет разместиться. Потому что ветер меньше был. Купаться в море сейчас не собираюсь. Поэтому по-другому. И гальку, смотрите, как накидал. Прям такой сильно резкий обрыв стал. Так, ну, надо действовать. Потому что закат, как говорится, у нас закатывается. А костра еще нету. Вот он весь набор, ребята. Термос, кетчуп, махиев, сосиски сочные, два лаваша. Надеюсь, будет вкусно с таким видом. Буду вот здесь разводить костер. Здесь можно увидеть, как разрушивают подмылок корни штормом. То есть волны сюда залетали, размывали побережье. Очень жалко эти места. Я это место выбрал, потому что катастрофичи здесь уже было. Лучше использовать старые. Отсюда мы, кстати, видели еще и пляж Сыко. В лесу, возле пожарного гидранта, нашел даже шампура. Я их поиспользую, потом обратно верну туда же. Ну и костерчик у меня уже готов. И закат на подходе. Ну вот она, мечта еще одна осуществилась. Море, закат, костер. Сейчас будем жарить сосисончики. Самое главное, как говорится, сочиняй мечты. И будет все сбываться. Есть миллионы шансов, ребята, этим заниматься. Первым сосисончиком какая-то нереальная красота. Очень круто, когда такие мечты сбываются на берегу моря с таким невероятным закатом розовым. Ветра нет вообще. То есть я снял куртку, потому что не холодно. Господи, спасибо, что у нас есть эта планета, на которой мы живем. Надо ее только оценить, беречь и уважать друг друга. Больше, как говорится, в этой жизни ничего и не надо. Ну и после себя всегда оставлять чистоту и красоту. Надо ее уже попробовать засунуть ваваш. Чуть ее подкоптил, но она не сгоревшая. Можно попробовать вообще ее так вкусить. Вы не представляете, насколько вкусная сосиска. Именно с таким видом. Первую так попробовал. Вторую сейчас сделаем супершаурма. А, так, наверное, тут ваваши тонкий какой-то, ломкий. Сделаем в два. Вот так вот. Думал еще зелень взять, но подумал еще. Это совсем много заморочек. Давайте дегустим. Можно было бы еще, конечно, его так подпечь, если бы были какие-нибудь щипчики. Это самая вкусная еда на свете. Сосиски в ваваше с кетчупом. На море, на закате. Круче не придумаешь. От души. Все помнят, как Артур говорит, у меня там программа работает, поэтому ничего не сгорит. На шашлыке, смотрите. У меня вообще тот чистый автомат, ребята. Пользуйтесь, как говорится, навыками. Так вот ушел с солнцем. Вкусный ужин. Ваше здоровье, друзья. Пускай будет нескончаемым. Приезжайте в море, отдыхайте. Пускай ваш отдых будет именно таким. Классным и прекрасным. От души. Завершим мы нашу прогулочку по городу, любимому курорту Анампу, возле наших прекрасных фонтанов. Ребята, спасибо всем, кто сегодня смотрел. Надеюсь, было интересно, полезно, увлекательно. С вами был Юрий Озаровский. Отнял. Всем привет, Треновский. Знакомые люди. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok